Всем привет, мои хорошие! С вами Экемили и сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие ребрышки, которые приготовила моя мамочка в духовке. Получается очень вкусно, ничуть не хуже, чем шашлык. У нас здесь баранина, также есть болгарский перец, который пожарен на духовке или в духовке, в духовке, запекли в духовке точнее. Два соуса, которые у меня остались с прошлого видео, по-моему позавчера, это кисло-сладкий и барбекю. Здесь у нас лучок, зелень, все как я люблю и давайте приступим, не будем терять время. Сегодня я просто собираюсь сходить и немножко пошопиться, снимаю для вас влог. Я хочу купить топики, которые в прошлый раз в Нью-Йоркере не взяла. Почему я их покупаю, хотя уже скоро зима? Мне нужна разная одежда, чтобы часто снимать видео для тиктока. Я не могу в тиктоке быть постоянно в одном и том же. Я просто в шоке, огромное вам спасибо, ребят. Последние два дня я просто очень много снимаю для тиктока. Я, мягко говоря, шокирована. За вчерашний день на меня подписалось тысяча человек. Я считаю, что это не то что успех, это просто супер. Очень много хороших комментариев, много подписок. И это мотивирует меня дальше снимать. Договорились с Айсель с ней тоже поснимать тиктоки. Я просто хочу немножко разнообразить, а то не всегда сидеть дома и снимать тиктоки. Поза вчера, получается, у меня на канале было 5 новых тиктоков. И вчера тоже было 5. Я стараюсь много снимать и как-то вкладывать душу. Я просто в шоке от подписок. Так много. Поэтому это, конечно же, мотивирует. В общем, мой вам совет. Сейчас в тиктоке очень легко набирается аудитория. Если есть время, желание стать блогером, можно начать с тиктока. Ютуб – это такая платформа. Здесь уже сложно продвинуться вперед, потому что платформа старая. Уже есть блогеры, у которых очень много подписчиков. И они уже как бы заняли свои позиции. Поэтому тикток – это самое то. Так что я безумно рада. Спасибо вам огромное за все теплые комментарии, которые вы пишете. Как же это вкусно, ребят. Это очень вкусно. Раньше ненавидела перец. Сейчас обожаю. Сегодня мы с вами будем говорить на тему традиции в кавказских семьях. Я спросила в последнем или в предпоследнем у банки, хотите ли вы, чтобы я поговорила на эту тему. Все сказали – да. Давайте поговорим. Начнем с того, что насколько бы ты не была бы самостоятельна и сколько бы тебе лет не было, если ты девушка, ты переезжаешь из родительского дома только тогда, когда создаешь семью. До этого никто не переезжает. Если ты просто хочешь самостоятельности, просто решила переехать и жить отдельно, все начинаются слухи, все начинают думать, а к кому она там переехала, а что у нее, интересно, там происходит в личной жизни. Поэтому у нас нету такой традиции, как просто жить одной после 18 лет. это далеко не приветствуется. Когда девушка выходит замуж, она получает от родителей приданное. Иногда это приданное достигает, не знаю, миллиона рублей. Например, парень покупает квартиру. Девушка туда выбирает мебель. Опять же, все зависит от состояния родителей девушки. То есть есть некоторые, кто может себе позволить дорогую мебель. Кто-то покупает что-то попроще. Но покупают все. Без приданного, но просто не бывает. Парень, в свою очередь, должен купить комплект золотое. Если семья более-менее обеспеченная, то это комплект с бриллиантами. Если ты женишься на видеоблогере, то не менее 4 каратов. Ой, я это вслух сказала. Нечаянно. Ну, в общем, комплект золотой обязательно должен быть. А я еще, кстати, слышала, что в Дагестане, когда ты выходишь замуж, тебе еще дарят шубу. Это обязательно. Отпишитесь, пожалуйста. На самом деле ли это так? В Дагестане вообще, знаете, какая традиция? То есть за девушку дают выкуп. Здесь такого нету. В общем, жилищные вопросы решает семья парня. А вот мебель, техника и все такое покупает девушка. Что касается посуда. Родители, девушки должны купить посуду. Это обязательно. Там сервизы всякие, чтобы когда пришли к тебе гости, родственники, у тебя все было новое. Все прям блестело. Эти сервизы, кстати, стоят около 45 тысяч. Хороший сервиз, как говорит моя мама. Я лично, мне пофиг. То есть дешевый сервиз или дорогой. Сервиз за 5 тысяч, он такой же, как и за 100 тысяч. Но одно и то же. Там рисунки разные, и что? В общем, девушка, начиная от постельного белья, заканчивая люстрами, все покупает она. Вот. Квартира, мебель, не знаю, все должно быть готово. к тому, что они поженятся. То есть они начинают жизнь, и у них все новое. Большой плазменный телевизор, там новая стиралка. У кого нет таких возможностей, что делают? Я знаю, что вы спросите. У кого нет таких возможностей, те живут с родителями. Просто молодоженам отделяют отдельную комнату, ремонтируют эту комнату. Девушка покупает мебель непосредственно в эту комнату. Не заполняет всю квартиру. Чтобы мужчина переехал и жил на территории девушки, это редкость. Как бы мужчина считает, что это, ну, как-то не по-мужски. Но бывают исключения, все бывает, конечно. Но в большинстве случаев так происходит. Раньше наши бабушки-дедушки вместе с невестой шла ее тетя и объясняла все эти интимные моменты, так скажем. Вот. Сейчас, конечно, такого нету. это осталось где-то там, где-то далеко, давным-давно, когда-то, когда были наши бабушки, деды. Сейчас это личное дело, не знаю, жениха и невесты. Никто в эти дела интимные не лезет. Некоторые традиции меня прям раздражают. Например, у меня всякая традиция. Жених заходит к девушке домой и комнату, где находится девушка, закрывают какие-то подружки и просят выкуп жениха. Мне такие традиции вообще не нравятся. Палин должен отдать денежку, чтобы ему открыли дверь и он увидел свою невесту. Там фотосессия, ля-ля-ты-паля. Потом они едут в ресторан в какой-то хороший. Обычно, знаете, делают огромную свадьбу, приглашают, ну, всех прям. Надо, не надо, 500 гостей. Я лично не знаю, как будет у меня, но я бы не хотела прям так много. зачем так много гостей. Я считаю, 150-200 гостей это достаточно. Больше не надо. 500-700 гостей. платье невесты покупает сторона жениха. Костюм для парня на свадьбу покупает сторона женщины. Ой, женщины, невесты, да? Ну, не прям все это так соблюдается, но, по идее, должно быть так. Девушка, например, идет в салон красоты, чтобы ей собрали прическу. За этим всем стоит парень. То есть, они платят за все это. Если ты выберешь, например, самого такого, знаете, крутого стилиста, парень обязан за это заплатить. Что касается колец. Сначала бывает обручение. То есть, как это объяснить? Ну, обручение у русских тоже бывает вроде, да? Приходят родители парня и просят руки девушке. Раньше, когда были наши бабушки, дедушки, парень с девушкой даже не общались и как бы шли на бум. То есть, приходили с кольцом, с гостинцами. Если сторона девушки говорит, да, они берут эти гостинцы. Если говорит, нет, то просто там посидели, попили чай и все, досвидули. Ну, а с вами ничего не получится. Сейчас, естественно, не так. Все заранее договариваются, что вот в такой-то день, в таком-то часу мы придем. Вы согласны? Да. Девушка, ты согласна? Да. Они предварительно уже парень с девушкой уже общаются, там, может, год встречаются. То есть, официальное такое знакомство, так скажем. кража невест. Не знаю, вот эти все старые традиции, они остались где-то позади. Раньше, например, бабушка рассказывает, что была традиция, брали такую красную тряпку и просто закрывали лицо невесте. Что, типа, никто не сглазил невесту. Сейчас, естественно, такого нету. Вроде даже и фаты у многих нету. Я смотрела Дом 2 и там была свадьба Блюмингранцев. В общем, у него была, что-то наподобие кавказской свадьбы. Кто смотрел его истории. Я, кстати, болела за эту пару, они выиграли. Я настолько радовалась, как будто я выиграла миллион на свадьбу. В среднем выбирается ресторан на 400 человек. Оплачивается каждый гость за стул. То есть, чем больше у тебя гостей, тем больше ты платишь и ты платишь за стул. очень фигово бывает, когда ты, например, позвал гостей, а половина из них не пришли, а стол-то накрыт и уже за стул заплачено. Поэтому вот тут, конечно, хозяин свадьбы уходит в минус. и это печально. В разных кавказских странах все по-разному, мне кажется. Но у нас как-то так. Приезжает кортеж со стороны жениха. У меня у дворной сестры была свадьба. Сейчас вам расскажу историю. Вы вообще офигеете? В общем, свадьба. И приехал кортеж. И мы такие офигели. Короче, 15 геликов. 15 геликов, прикиньте. Все украшены. Я думаю, блин, слушай, сеструха, ты за кого выскочила замуж? Он депутат. И она такая, вау, он решил мне сделать сюрприз. А оказалось, что в этом же здании еще у кого-то свадьбы. Эти гелики пришли не для нас. Как было печально. Вот, но было очень красиво, реально. Все одинаковые тачки приехали. Так, это было нечто очень круто, но не для нас, к сожалению. Вот, но было бы круто, если бы для меня было бы такое. В общем, ребят, мы схамячили. Честно, было очень легко. Было очень мало. Вкуснятина просто. Просто вау. Всех люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.